Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. В недавнем интервью известный инвестор Рэй Далио озвучил свои мысли по поводу ситуации в Китае. Он поделился своим видением взаимоотношений Китая и США, рассказал о рисках, которые существуют, а также объяснил, почему нарушение баланса внутри Китая может иметь разрушительные последствия для этой страны. Будет интересно, поэтому надеюсь, что ты поддержишь мою работу лайком. Поверь, переводить такие интервью на самом деле задача не из простых. Но я это делаю и буду продолжать делать для тебя. Большое спасибо за поддержку. В Соединенных Штатах есть ощущение, что существует растущая угроза. Она очень реальна. Если мы начнем военную кампанию, то почти наверняка она будет в районе Тайваня. Это можно назвать сдерживанием. Я думаю, что мы хотим сдерживать Китай. Китайские заботы в основном это внутренние проблемы. Как они решают демографическую проблему. Как они решают внутренние вызовы. Вы знаете, когда вы управляете страной, основные ваши проблемы – это проблемы внутри страны. Борьба с коррупцией, проблемы бедности на востоке и западе Китая. Экологические проблемы, пузырь недвижимости, проблемы из-за коронавируса. Моя оценка будет такова. Они совершили серьезную ошибку, не приняв вакцины, которые мы им предложили. Все думали, что они справились с коронавирусом на 5 с плюсом. Все думали, что у них все хорошо, что они на вершине мира. Но из-за отсутствия коронавируса в стране у них не выработался коллективный иммунитет и у них не было эффективных вакцин. В результате они оказались в этой непростой ситуации сейчас, когда им приходится уничтожать свою собственную экономику локдаунами. Однако Китай и его союзники все еще так же сильны, как и США и американские союзники, поэтому между ними есть конфликт. И есть 5 видов войн. Как правило, они происходят в конкретном порядке. Торговая война, война технологий, война геополитического влияния, затем капитальная экономическая война, которую мы сейчас проходим, сети санкций и так далее. Такие войны всегда случались в истории, а после них уже идут военные компании. Это исторический шаблон, который я использую, чтобы понять, в какой точке мы сейчас находимся. Китай держит много американских долгов. Должны ли мы беспокоиться об этом? Я думаю, что это они должны беспокоиться. Я не верю, что они продадут эти долги. Если они продадут американские долги, мы, как и другие, просто напечатаем больше денег, и они обесценятся. Я думаю, что это они знают, и им придется с этим смириться. Производство в Китае было недорогим, и все мы думали, что это хорошо. Даже я так думал. Китайцы зарабатывали на этом, и потом одалживали заработанное нам. Я помню, когда это началось. ВВП на душу населения в Соединенных Штатах тогда был в 40 раз больше, чем ВВП на душу населения в Китае. И при этом мы все равно брали у них деньги в долг, а не покупали наши облигации. Даже не зная, кому было выгоднее, а кому было хуже. Но есть в этом кое-что большое. Население Китая в 4 раза больше, чем США. С тех пор, как я начал ездить в Китай в 1984, ВВП на душу населения увеличился в 27 раз. Если бы он увеличился до половины того, что есть в Соединенных Штатах, это означало бы, что их экономика была бы вдвое больше, чем США. Так что Китай – это большая сила. И одновременно, учитывая риски в мире, они хотят быть самодостаточными. И точно так же Соединенные Штаты хотят быть еще более самодостаточными. А другие страны хотят быть более самодостаточными, потому что они беспокоятся о том, что их отрежут от ресурсов. Главная причина, почему Китай не динаминировал свой экспорт и торговлю в собственной национальной валюте, заключается в том, что они не хотели представлять угрозу Соединенным Штатам. Именно поэтому они успели стать крупнейшей торговой страной в мире. Другими словами, торговали больше, чем любая другая страна. Они ведь могли бы работать в своей валюте. С точки зрения предоставления международного кредита, они являются крупнейшими кредиторами. Они тоже могли делать это в своей национальной валюте. Китайцы решили не делать этого, потому что понимали, что это будет угрозой для США. Китайцы тогда не пытались нарушить мировой порядок. Но сегодня в мире совсем другие обстоятельства. Руководство Китая вроде бы все то же. И думаю, они опять же не хотят нарушать мировой порядок. Но они хотят быть настолько великими, насколько они могут быть. Они точно хотят быть такими же богатыми, могущественными и так далее. Нарушать мировой порядок. Если вы посмотрите на историю международных отношений, которая очень похожа на конфуцианство, то поймете, что у нас есть некая иерархия. Каждая страна находится на своем месте. Как в старые времена, сегодня другие страны почти что вассальные государства. Я знаю, что если у вас есть сила, которую вы уважаете, вы действуете с ней гармонично. Но идея войны это ужасная идея, поэтому я думаю, что они вероятно были бы счастливы, если бы мы разделили мир пополам, на их половину и на нашу половину. И тогда на всей планете наступил бы мир. Я просто говорю, что цель не в том, чтобы доминировать над миром. Цель в том, чтобы действовать таким образом, чтобы войны вообще не было. Однако и действовать так, чтобы быть настолько сильными, могущественными, здоровыми и процветающими, насколько можно быть. Я думаю, что это очень трудно для многих американцев, которые живут заветной американской мечтой. Я американец и знаю о равных возможностях. Я американец и знаю, как говорить свободно. Я знаю свои ценности. Но американцам трудно понять, почему у них другой взгляд на то, что в этом мире работает лучше. Это очень хороший пример культурного различия. Например, команда НБА, руководитель которой поддержал твитом протесты в Гонконге. И китайцы наказали не только его и его команду. Они наказали всю баскетбольную ассоциацию. Я бы сказал, что каждый должен иметь право на свое мнение и иметь возможность свободно выражать свое. С их точки зрения, если кто-то делает что-то не так, они накажут всю группу, они накажут всю семью. Потому что группа должна нести коллективную ответственность. Они не понимают таких вещей по-другому. Их подход авторитарен. Китайское руководство параноидально настроено в основном по сохранению власти коммунистической партии. Что ж, они считают это очень похожим на то, что мы говорим о силе конституции. Потому что это система. Таковы их и наши порядки. В 1949 году они создали свою систему. Их система это партия. Когда мы думаем о партии, мы думаем о многопартийной системе. Они же думают о ней как про иерархию. Вице-президент Китая сказал, что их система это как пирамида основой вверх. А американская система это пирамида верхушкой вниз. Вопрос, боремся ли мы за наши идеологии. Это более важные вопросы. Боремся ли мы за демократию и капитализм. Или мы верим, что другие могут найти их собственные подходы и пусть тогда лучший подход и победит. Китайцы никогда не откажутся от своего подхода. Так же, как и американцы не откажутся от конституции и свободы слова. Нам нужно понять, что это как религия. Вы знаете, поскольку у нас есть разные религии по всему миру, они глубоко укоренились. И каждый верит в свою, думая, что именно она правильная. Есть также вопрос прав человека. И очевидно, что у китайцев на этот счет другое мнение, которое сильно отличается от взглядов других людей в мире. Это риторический вопрос. Каждый из нас, кто покупает товары в Китае, каждое предприятие, которое работает и взаимодействует с Китаем, сильно увеличивает взаимосвязанность огромного количества стран и их зависимость от Китая. Например, мы импортируем 22% наших промышленных товаров из Китая. Что же я делаю? Я полагаюсь на руководство обеих стран, США и Китая. Я изучаю китайские династии, например, династию Танн 600 года. И я изучал множество исторических примеров китайского общества. И каждая такая эпоха в Китае была заточена на образовании. Сначала у них появилось широкомасштабное образование, затем у них были экзамены, как следствие способные люди, затем они начали избавляться от коррупции. В истории Китая были хорошие и плохие династии, но всегда есть общие элементы того, что делало и делает эту страну успешной. Если вы посмотрите на историю, а я изучил различные сильные стороны Китая, то поймете, что на протяжении всей истории, примерно до 1840 года, они всегда были в лидерах из-за высокой трудоспособности, из-за меритократии, из-за высокой цивилизованности. Другими словами, они работают всегда в одном направлении, и они хорошо кооперируются, чтобы быть продуктивнее вместе. Но не только китайцы были такими. Если вы вернетесь ко многим другим империям и многим цивилизациям, эти элементы успеха были вечными и неизменными и для них. Если вы посмотрите на историю Китая, там было больше созидания творчества. Они на 500 лет раньше нас научились письменности. И если вы посмотрите на изобретения, которые сейчас появляются в Китае, благодаря предпринимательству и так далее, то вы поймете, что историческое творчество у них осталось. Но, конечно, всегда должен быть баланс между тем, чтобы быть революционером и быть авторитарным режимом. В Китае прямо сейчас есть предприниматели и инвесторы. Это действительно капиталистический, а не коммунистический тип подхода. Но они все равно назовут это государственным капитализмом. Такой вот подход. Поэтому и нужен этот баланс, которого в Китае сейчас нет. И поэтому там такой беспорядок. И этого беспорядка может быть достаточно, чтобы он стал для Китая разрушительным. Исторически для Китая это было главной проблемой – найти правильный баланс. Сейчас этот баланс в Китае сдвинут в сторону авторитарного, и поэтому они пытаются найти этот баланс пока еще не поздно. Я думаю, что нарушение этого баланса стало уже слишком серьезным. Китай становится беспорядочным. В Китае нет такого же открытого инакомыслия, как в США. Люди не могут говорить так же свободно, а средства массовой информации говорят только то, что им позволено. Поэтому беспорядок в Китае будет только нарастать.